Музыка Вы спокойно проходите в помещение, без согласования совершенно ни с кем, в чужом офисе. После этого у меня пропали вещи. Извините. Я не знаю, кто здесь у вас был. Вы, кто-то еще, другой человек. Максим Иванович, у меня пришли опять два корреспондента и представители. Опять пришли, опять с камерой, опять с этим. Опять в офис у меня просто. Какое-нибудь обращение, вот я не знаю, как. Ну вот я говорю, что уже надо осадить. Уже надо осадить человека, чтобы что-то как-то ненормально. Эта видеозапись сделана в марте. Возбужденная женщина, фактически обвиняющая нашу съемочную группу в воровстве, Лариса Родычева. На тот момент она возглавляет управляющую компанию Росса. Тогда же в марте в эфир вышла программа о деятельности этой фирмы. Напомню, в 2010 году дома ТСЖ Парковы, что в Краснокамске попали в программу капитального ремонта. Организацией ремонта занималась компания Росса. В качестве подрядчика выступала компания Берк. Работы по капремонту были начаты, но не закончены. Не закончены они и сегодня. Но деньги подрядной организации были перечислены в полном объеме еще в декабре 2010 года. С октября, с начала октября начался капитальный ремонт. То есть октябрь, ноябрь, декабрь, январь. Сейчас февраль. Сейчас март, но февраль он еще шел. Сейчас рабочих уже, как вы видите, нет никого. Хотя не закончено. По большому счету за эти пять месяцев что сделано? Заменен шифер на трех домах. Сделан вот этот вот подшиф. В 11 доме у нас заменен водопровод канализации, но не до конца. То есть только по квартирам и внутридомовая сеть до колодцев не доведены, как по проекту положено. И электричество заменено во всех трех домах. Но тоже с недостатками, тоже с дефектами. Все сделано с огромными недостатками. То, что с поставленными задачами подрядная организация не справилась, признали тогда и в администрации Краснокамска. Город подписан Дрогачева с компанией БЕР по доверенности, которая у меня была до 31 декабря. Деньги сегодня у подрядчика. Что вы мне задаете вопрос? Вы не знаете, где деньги, что ли? Мы сегодня будем разбираться и искать деньги. Считаю, что нужно возвращать деньги за неуполненные работы. Тогда же, в марте, в процессе съемки нашей первой программы, выяснилось, что управляющий компанией РОСА уже другой руководитель. Ларису Родущеву на посту генерального директора сменил Максим Курлющук. Именно ему звонила Лариса Александровна в момент нашей первой встречи. У меня пришли опять два корреспондента и представители. Опять шли, опять с камерой, опять с этим. Самого Максима Михайловича журналисты местной газеты «Краснокамская звезда» обвинили в том, что он имеет интересы в подрядной организации, выполняющей работы по капитальному ремонту домов ТЦЖ Парковой в обществе с ограниченной ответственностью БЕРК. Позвонила я в прокуратуру, я стала искать какие-то контакты с этой компанией о БЕРК, потому что никто их не знал, ни заказчики, никто ничего не мог сказать. В прокуратуре мне дали контактный телефон о БЕРК. Звоню, там человек берет трубку, мужчина представился Максимом, сказал, что он представляет компанию ООО «БЕРК». Сейчас генеральный директор со мной пообщаться не может, находится в отпуске, за границей, и что именно Максим готов предоставить всю информацию и прийти навстречу. Меня очень удивил номер, который мне дали в прокуратуре, потому что я знаю, что это номер депутата Земского собрания Краснокамского района Максима Курулющука. Сегодня управляющий компанией РОСА уже новый директор, некий господин Анисимов. Он занял пост сразу после выхода в эфир нашей программы. На днях мы вновь заглянули в офис РОСА и обнаружили там всю дружную троицу – Ларису Родычеву, Максима Курулющука и Андрея Анисимова. При этом Максим Курулющук, видимо, запамятовав, что он больше не возглавляет управляющую компанию, начальственным тоном продолжал отдавать распоряжение. Давайте сегодня отправим человека в смех. Вы отправите сегодня человека со смехом? Да, сметить. Сметить, конечно. А когда будет ремонт произведен? Только сметиться по имелобъему все. Давайте посмотрим. А сметить Михаил Михайлович собирается квартиру той самой пенсионерки, чье жилье больше всего пострадало от капитального ремонта в домах ТСЖ Парковой. Вот это все результат вот этого происшествия. И туда проникло в соседнюю комнату. Там шел дождь вообще в большой комнате. И полосы на диван, все это и дождь. С марта в квартире Людмилы Остафьемны мало что изменилось. Все те же отставшие от стен обои и протекшие потолки. Зато в компании Роса, похоже, нашли причину такого бесстного положения. И это вовсе не капитальный ремонт, утверждает господин Анисимов. Даже не хочу с вами нисколько спорить. Единственное, что у меня будет такое небольшое замечание по бабушке. Бабушка, боже, дуванчик, у нее такое лицо доброе, внушающее доверие. Она прямо всегда такая свечка, вот так, вот так. Я просто помню, когда к ней зашли, ее квартиру делают. Вот эти все обои, которые вот так вот висят, это все, поверьте мне, было. И потом, когда ее чуть-чуть промочили, и она уже просто, насколько еще, сейчас я уже знаю, у нее там, по-моему, муниципальная квартира, она еще за нее не платит. Она сейчас хочет, чтобы за счет компании Роса сделали бесплатный ремонт. А мы вот сегодня в Роса были, в Роса. Они говорят, что вы сами обои ободрали. А еще вы не платите за квартиру. А какой ужасный, что я плачу. Я вот сейчас вам могу показать, как я могла сама ободрать. Оно текло здесь, знаете, как долго. И потом все вот это отпало. Я не знаю, как больше говорить. А квитанции я сейчас все могу, у меня они все... Что же до администрации Краснокамска? Структура, которая в соответствии с законом должна была контролировать проведение капитального ремонта. За это время чиновники успели отправить нам подробные отчеты о проведении. Правда, к нему не приложены некоторые необходимые бумаги. А в представленных финансовых документах отсутствуют даты. Вы не прислали. А. Протокола общего собрания его нет. Б. На всех сметах отсутствуют даты. В. В протоколе, который об организации ТСЖ, отсутствует год. Там этот протокол от 1 апреля неизвестного года. Вас это не смущает? Ну, наверное, есть какие-то проблемы. Ну, вот за вашей подписью пришел ответ. Так что, я ведь не подписывал этот протокол. Ну, вы же смотрели документы, которые отправляетесь. Какая есть информация, я такую отправляю. Юридической стороной вопроса занимаются правоохранительные органы. Я ведь не юрист. Я понимаю, но как вы контролируете процесс? Как вы контролируете процесс, когда даже в ответе вы присылаете сметы без даты? Вас спросят протокол общего собрания, вы его не присылаете. Вы присылаете другой протокол, в котором просто отсутствует год. Напишите еще раз запрос в администрацию. Мы вам дадим ответ. Ответа с утвержденными сметами за это время не получили и в ТСЖ Парковой. Впрочем, как утверждает председатель ТСЖ Ирина Шаврина, ей и другим собственникам жилья неоднократно предлагали подписать акты завершения работ. Вам же предложили подписать какой-то акт выполненных работ? Конечно. Ну, нам предлагали подписать акт, что все сделано у нас замечательно и хорошо. У нас отказались все. Да, в актах нет дат. Вообще, во всех документах, которые нам предоставляются, нет дат. Но это, если вы помните, мы еще полгода назад с вами замечали, что все журналы, все документы, несмотря на то, что работы проводились в январе, в феврале уже этого года, все было оформлено ноябрем, декабрем прошлого года. Я думаю, что акты, которые вот по отоплению и прочее, они тоже будут подписываться точно так же. Вот сейчас без дат, а потом вписали там 31 декабря. Деньги-то были перечислены 31 декабря. Им сейчас нужно, вот выгодно, закрыть вот эти все задолженности именно прошлым годом. После выхода в эфир нашей программы правовую оценку, проведенному в кавычках капитальному ремонту, попытались сделать и в прокуратуре Краснокамска. Вот цитата из ответа надзорного органа на наш запрос. Представление в адрес главы Краснокамского городского поселения рассмотрено. Из ответа следует, что нарушение закона администрации не допускается. Также рассмотрено представление в адрес общества с ограниченной ответственностью РОСА. Компания считает, что нарушений также не допущено. Представление в адрес подрядной организации общества с ограниченной ответственностью БЕРГ не рассмотрено, в связи с тем, что по указанному в договоре адресу город Перм, улица Подлесная, 43, данной организации нет. В связи с изложенным прокуратурой Краснокамска приняты меры по признанию действия администрации Краснокамского городского поселения и генерального директора РОСА незаконными в судебном порядке. У меня пришли опять два корреспондента и представители. Опять пришли, опять с камерой, опять с этим. Опять в офис у меня. Какое-то было прощение, я не знаю, как. Ну вот я и дружно уже, наверное, надо садить. Уже надо садить человек. Садить, как нам кажется, действительно кого-то надо. Вопрос, кого? Ответ на него должны дать компетентные органы. Поисками руководства подрядной организации ООО БЕРГ уже занялась полиция. В следственный отдел по городу Краснокамск поступило коллективное обращение жителей одного из домов по улице Карломаркса города Краснокамска о том, что некачественно и неполно проведен капитальный ремонт их жилых домов. Нами была проведена проверка доследственная, в ходе которой было выяснено ряд мошеннических действий со стороны директора одной из подрядных организаций, которая осуществляла ремонтные работы. В настоящее время сотрудники полиции осуществляют поисковые мероприятия по установлению директора подрядной организации, который некачественно и неполно провел капитальный ремонт жилых домов. Между тем, в соседнем с Краснокамском поселке Аверята нам удалось обнаружить еще два дома, в которых Лариса Родочева и Максим Корлющук проводят капитальный ремонт крыши. Здесь положение вообще ахвое. Кромля в домах на Кирпичной 6А и 8А отсутствует уже долгое время. Вот недавно прошло собрание, мы собрались в общем доме. Приехала Лариса Александровна, приехал сам Максим Михайлович Курлющук. Ну, мы поговорили. Он нам дал слово, свое личное слово, как генеральный директор, что якобы за 10 дней до 15-го числа, хотя вот этого месяца, текущего месяца, кровля будет сделана. Вот осталось еще 7 дней. Где сделать? Ну, пока еще никого нет. Управляющая компания у нас, Рососервис, которой мы доверили управлять нашим домом. Все документы на ней, договора у нас с ними есть. Все записано официально. Ну, вот до сих пор делают. Крыша вскрыта, мы живем под дождем, под постоянным. Вот сейчас снова все польет уже. Нас-то затопило первый раз в октябре 2010 года. И с октября 2010 года мы живем в условиях капитального ремонта. Да, 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 под постоянным дождем. В ноябре и в декабре семья, значит, дочь, зять и внук жили вот у меня, как бы у бабушки. Потому что здесь нельзя было находиться. Здесь постоянно шел дождь. Тут я подошла к секретарю, она мне показала на дверь. Я зашла, сидели два молодых мужчины. Я, конечно, с ними уже просто жестко разговаривала. Почему? Потому что мы два дня жили вот под дождем, под капитальным дождем просто. Я ему сказала, что, что такое, может быть, вы пойдете в наших условиях пожирить? Он с усмешкой мне сказал, что на нашей квартире у вас не хватит денег. Конечно, не хватит. Вот так и живем. Вот так и живут люди, охваченные неусыпной заботой двух депутатов местной законодательной власти. Родочевы и Курлющика в Краснокамске, в домах ТСЖ Парковой с незаконченным ремонтом. И практически без крыши над головой на улице Кирпичной в Аверятах. Так живут и не знают, где найти управу на парламентариев. Ведь у чиновников претензий к ним, похоже, нет. Как и нет дела до обычных жителей. Вот в чем суть дела. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА